Подводим итоги матча Маракеш-ветеранов. Победа парней с ветераном со счетом 8-1. Наши после матча в студии Максим Суслов и Андрей Рондик. Я так понимаю, это заключительное интервью. Одни хотят сняться, вторых с ними мы. Давайте прощальные речи. Андрей, что с командой? Небольшие проблемы наблюдаются в нашем... Все-таки небольшие или большие? Есть некоторые сложности, да. Очень низкая явка. Нету. Все новые люди. Очень много травмированных, все разъехались. Не идет вообще катастрофический. Куда все разъехались? Почему низкая явка? Ребята уехали, травмы получили. Много очень игроков. Ну и на этом фоне те, кто еще ездил, у них руки опускаются, видимо. Психологические проблемы у многих. Наблюдается. Я так понимаю, ты хочешь с корабля тоже уйти, сбежать с тонущего? Как же так? Ты же капитан, руководитель команды. Ты же премьер должен быть. Да, ребята немножко меня расстроили. Но посмотрим, как все сложится. Я думаю, все будет хорошо. Я в это верю. Искренне. Ты на камеру скажи, что Маракеш доиграет в сезон. Маракеш будет стараться доиграть в сезон, конечно. Мы ответственные ребята и постараемся не подвести нашу любимую организацию «Лепрома». Максим, твои прощальные слова. Закончили выступление в турнире «Алли» на мажорной ноте. Победа 8-1. Что скажешь? Мне просто интересно, почему мы закончили. Потому что ваши болельщики постоянно распивают спиртные напитки, жгут фаеры. Все это запрещено регламентом. Вы постоянно его нарушаете, плюете на рекомендации. Поэтому Оргкомитет принимает решение закончить с вашей командой. Мне кажется, что просто не стоит рубить с плеча и как-то это все обсудить еще раз. Может быть, с какими-то серьезными санкциями. Потому что команда у нас набрала ход. Мы очень-очень хорошо играем. Даже в отсутствии меня и каких-то других ребят, которые не смогли сегодня приехать, показали отличный футбол. Я не знаю, что сказать еще по этому поводу, в принципе. По поводу того, что нас хотят снять. Мне кажется, что нужно все-таки еще раз обсудить этот вопрос. И уже как-то применить, может быть, какие-то кардинальные меры. Может быть, с вашей стороны, со стороны организации. Еще раз повторюсь, какие-то санкции. Но мне кажется, рубить с плеча сейчас не лучший выход. Но вы были сегодня так хороши или все-таки так был плох Маракеш? Я думаю, и то, и другое. Потому что, в принципе, мы футбол хороший показывали с самого начала чемпионата. Я уже не раз об этом говорил, что именно в плане игры у нас все получается, все хорошо. Нам не хватало реализации. Сегодня с реализацией полный порядок. Во многом, конечно, из-за того, что соперник позволял. Но и то нам пришлось в первом теме все-таки подбирать ключи к их обороне. Всего лишь два мяча. А во втором все-таки нам удалось прийти в себя и забить еще шесть. Соперник был полностью деморализован. Хоть и отыграл один мяч изначально, прежде чем мы забили шесть. А что скажешь по сборам последние две игры, там даже три игры, там максимум десять человек. В основном девять, одна замена. Ну, это говорит только о том, что у нас очень хорошая физическая форма. То, что сбор не позволяет, но в какой-то раз кто-то один не может, тот другой. Такое бывает в любительских футбол-демах. Все, спасибо. Спасибо, до свидания.